Там работают старички, да, вот нет молодого поколения, которое могло бы прийти на смену вот этих вот 50-летних, 60-летних дяденек и теченек. Вот они там сидят с паяльниками, паяют эти микросхемы, да, вот, а молодежи совершенно нет. То есть как мы будем выпускать вот это вот высокотехнологичные микросхемы там и так далее, и кем, то есть непонятно. Это правда, спасибо большое, это РКК-энергия, человек из РКК-энергии. Надо объединить усилия с Китаем, наш ум, плюс их производство, говорит 38-й. Послушайте, этот ум, наш ум, не надо переоценивать, не надо переоценивать. У китайцев тоже ум, вот я вам доверюсь. У китайцев ум, при том ум такой, что в общем позавидуешь. Ум такой, что, а элита, китайская элита, просто в разы выше наша, просто в разы. А в чем? По государственничеству и по горизонту осмысления событий и горизонту прогнозирования. А себе меньше думать? Китайские элиты мыслят горизонтом, мыслят горизонтом, не знаю, сюда, там, 50 лет как минимум. Понимаешь? 50 лет как минимум. Алло, здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, так что же делать? Что, чего не хватает, черт побери, чтобы мы догнали, перегнали и вообще жили в индустриальной какой-то развитой стране. Не поставящей нефть и дизентерию, а производящей все для себя. Вот я закончил ЭТМО и работал в АМО. Да. Вот. И мы делали разные интересные вещи, и все, я думаю, что производство наладим. Наладим. То есть есть такая возможность? То есть эти люди могут вернуться движимой патриотизмом, привлекательностью самой идеи развития, и они уже...